Я никак не могу настроить гитару, а танцы вот-вот должны начаться. В комнате уже целая толпа, по большей части это люди, которые имеют отношение к событию, а также и друзья, и подруги, но все равно здесь очень много людей, и когда я выглядываю из своего убежища из длинных волос, свисающих мне на глаза, я вижу, как они перемещаются по комнате. Барабанится всей дури и бьет по тарелкам, и басист тоже гулко ударяет по струнам, и еще один парень на гитаре стоит рядом и все бьет по струнам, аккорд за аккордом, и я все никак не могу настроить эту проклятую гитару. Я делаю еще один поворот колка, и струна рвется. Я откидываю волосы и кричу, что струна порвалась. Остальные продолжают издавать шум. Я отключаю гитару, иду за сцену. В чехле есть запасные струны. Нахожу новую третью струну, меняю струну, вращаю колок, пока струна не оказывается на месте. Возвращаюсь на сцену. Снова подключаю гитару и начинаю настраивать ее. И ничего не слышу. Я кричу другим, чтобы они перестали играть. Они перестают. Я пытаюсь настроить гитару. У меня не получается. Говорю второму гитаристу, чтобы он дал мне тон. Он берет соль на своей третьей струне. Я поворачиваю колок. «Поверни еще», — говорит он. Я поворачиваю еще. Смотрю на другого гитариста, как он слегка качает головой. Я поворачиваю еще немного, ударяя по струне. Он смотрит, замирает, слушает. «Немного выше», — говорит он. Я поднимаю немного выше и дергаю струну. «Еще немного», — говорит он. И теперь начинает звучать правильно. «Почти попал», — говорит он. «Может, еще чуток». Я подкручиваю ее немного выше и дергаю. «Немного ниже», — говорит он. Я опускаю ее немного ниже и снова ударяя по струне. «Черт побери», — говорит он. «Спусти совсем вниз, попробуем еще раз». Я отпускаю колок совсем вниз. Он играет на открытой третьей струне. Я начинаю подтягивать колок вверх, чувствую, как тон становится ближе. Вижу, что другой гитарист кивает. Я поворачиваю еще немного. И теперь она звучит хорошо, почти идеально. «Почти», — говорит второй гитарист. Я кручу еще немного, и теперь она не строит. Я кручу дальше и слышу, что звук снова становится ближе. «Еще немного». «Теперь осторожно», — говорит второй гитарист. Я кручу ее еще немного. И слышу, как струна рвется. «Фак», — говорю я. «Замени струну», — говорит второй гитарист. Я снова иду за кулисы к чехлу, чтобы взять другую струну. Но оказывается, что у меня больше нет третьих струн. Я кричу, что у меня больше нет третьих струн. Говорю, чтобы мне кто-нибудь одолжил. И второй гитарист идет к своему чехлу и ищет струну. Я вижу, как он становится одним коленом на пол и роется в чехле в поисках струны. Потом он смотрит на меня. «Кажется, у меня нет», — говорит он. Он еще немного роется в своем чехле. Поднимается и отрицательно качает головой. «Не-а», — говорит он. «Струны соль нет». «Тогда, наверное, мне придется играть на пяти струнах», — говорю я. «Пожалуй, сойдет», — говорит он. «Люди уже собрались», — говорю я. «Сойдет», — говорит он. Читал Евгений Браздов-Брышковский.